итак, мы приехали в Электросталь нашли здесь какую-то площадку ждем, созвонились уже с человеком сейчас посмотрим, что это за BMW торопиться некуда, классная погода не то, что вчера, кстати мортики мененные в багажник ну хоть, а что внутри-то не прокрасили их? да некогда было, я же тебе говорю, под полную покраску готовил молдинги в багажнике готовил готовил под полную покраску, короче двусторонний скотч резинки посадил, да? да, там надо, кстати, резинки все ставить на место ну там блютуха неплохая, кстати лабарь китайский, хук а на капоте аморты не мененные, да? ну он на голову хоть не падает? доработки, смотрю, патрубка, да? не знаю, слушай, я даже не смотрел цапит она, похоже, нехило, да? смотри, все, масли надросили и картерные газы с парами масла хорошо щегалит, да ну, один ванус должна быть без ванусная почему без ванусная? Вот же ванус вот он разве ванус? да хереть ты ее купил, езжешь спокойно два года, уже ничего не вкладываешься и наваливаешь, да, постоянно? ну, конечно ни одного боевиста еще не встречали, который не наваливает у меня бывают моменты, знаешь, такие ностальгический лаунч я могу не наваливать это основное, когда бензин кончается ну, понятно а заведи, давай послушаем, как она себя чувствует бачок тоже гуру и сопля на красный лучше работает мотор что? да нет, до этого смотрели красный, у нее получше мотор работает у нее после капиталки тоже у тебя шоку после капиталки она прошла? 10, 10, 20, 10, наверное аааа сейчас масло халает? нет вообще вообще нет я тебе говорю, я прям с 5.5 литров ровно заливаю меня даже в самую масло не вазбит смотри а вообще, сморил, свечи вот свечи у меня лежат, я их сейчас менять буду мне сказали, свечи надо менять, да я их сейчас поеду менять, вон, комплект, костиль ministro просит блин, этот прям про тряelt у тебя да 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 Да, я недавно заметил, буквально, наверное, она... Ее потрясывает, нормально так едешь, когда на третьей уже передаче чувствует очень хорошо. Треть, да, она меняет. Дрынь, дрынь, как этот. Ну что, в принципе, еще не так печально все. Подсветка комбинашки не работает, говорит, ошибка подушек. Он вообще, он, Игорь. Да, комбинашка вообще. Я нормально показывал еще, не знаю, прошлой осенью, когда стоял, сейчас уже все. Как дизель, такой дры-дры-дры-дры-дры. Но это только на прогретую. А на холодную? На холодную нормально. Аэрбэк давно загорелся или всегда горел? А, он через раз горит, там, видать, какая-то это, наверное... Шлейф? Контакт или еще что-нибудь. Сигнал работает всегда, да? Ну да. Сзади дископлаземики, Игорь, не подключены? Да, они подключены, проводка в багажнике лежит. Ну она обязательно должна быть тонированная, я смотрю, да? Да нет, просто так удобнее. Люк открывается? Закрывать, проверить. У меня больше волну динами назад. Не течет? Нет. Ну я с ним постоянно езжу, так, может, течет он или нет. Ну по потолку посмотрю. По потолку, да. Особенно, как на той, кстати, на черном. Послушайте, я с первым не сидел бы вчера всю ночь, сучил бы перед тобой. Кондей не работает, наверное, да? Кондей не заправленный. Он работает, но он не заправленный. Мне еще предыдущий хозяин сказал, что они его там сделали, но его надо заправить. Мне что-то, если честно, с люком вообще заебись. Летом я им не пользуюсь. Ну ладно, здесь уже до капусты не будем. Здесь что у нас? Ну крыло хоть родное, блин. Нет, оно родное. Это, наверное, вообще в девятом-девятом году, по-моему, скупленный. Крылок отель замяло. Его даже не стали выгодравлять. А крышку багажника я менял вот это, больное место же. Есть вот эта кренотень? Да, да, да. Мне попался, типа, у него, короче, крышка вообще, блядь, в идеале вообще. У него еще двери были, ну, полностью с электросеклоподъемником. Я говорю, вот, заодно льда оснащу, типа. А, ты только поэтому их ставил? Или потому что у тебя гнилые двери были? Они не особо гнилые были, потому что я ребятам, которые продал, они говорят, блядь, мы накладки сняли, шлифанули, поставили обратно. Слушай, ну не все так печально, на самом деле еще. Стекла меденные на фарах, я менял. Ну, это получается, а сама фара тоже не оригинальная, или ты ее просто покрасил? Не оригинальная, просто там маска покрашена. Ну, я понял, да. У меня была Тайвань, а она сейчас дерьмовая. Понятно, у них же бывает просто версии Hello Black, они ведут такие же. А здесь, смотри, хреново вклеил, да? Потеет. Потеет, причем жестко. Да, зараза. Клеил херовый, потому что ты нормальный. Вот эти Тайвань, сразу говорю. Ну, видно, что они свеженькие. Бампер тоже не оригинал. Причем он у тебя не крашеный. Он не крашеный, нет. Я же тебе говорю, все полосы. Вот на черной машине что удобно, да? Да, поставил эфир, особенно когда грязно. А как по подвеске она у тебя, помимо стойк стабилизатора, про который ты говорил? Ничего, она с кардики. Я заменил рулевую тягу, у тебя весной. Ага. И стойки стабилизатора еще лежат в локальце. А что продаешь-то? Разочаровался в ней? Блин, да я хочу на автомате машину, в Москву клюбался такой. Ну, кстати, прикольно в Москве. Когда едешь, они все боятся. Старая машина-то, ей-то похуй, блядь. А там и наварки-то сзади, блядь. Ты че? А, это нормально, да? У нее есть такой косяк. Ах, как протраивает он тебя. Там чувствует сразу. Вот она только на горячую. Погоди, а ты... Это, кстати, нечего хорошего, на самом деле. Может оказаться так, что ты не отделываешься только заменой свечей. Ну, форсунки почищу. Че там еще может быть? Форсунки? Компрессию, возможно, проверять придется в моторе. Если это не свечи... Тем более, если он у тебя после капиталки. Может быть, они где-нибудь накосячили. Два года ты ездила, нормально. Два года не было такого? Даже три. Я считаю, ее купил. А на ней уже хозяеву 1100-1200. Вообще не едет она у тебя. Ну, это, кстати, ничего хорошего. Тебе надо смотреть, в чем там трагу. Ну, сейчас свечи поменяли, а там будут смотреть, что получится. Катушки надо смотреть, что в догонку. Катушки же так стандартная вторая беда. Да. Самое главное, смотри, на сброс нифига не троит. То есть она, по сути, троит только под нагрузкой, да. А вообще, если свечи не помогут, то, скорее всего, надо почистить бак, заменить топливом на фильтр. Я не думаю, понимаешь, когда у тебя проблема с подачей топлива, у тебя немножко по-другому себя машина ведет. Недушка, она должна всегда. Она у тебя должна, она в основном тупит, а не протраивает. У тебя же конкретно чувствует, что один горшок не работает нормально. А когда у тебя идут именно протрои, когда у тебя недостаток топлива, она просто тупит. То есть сгорание есть, но недостаточное, и поэтому она такая вялая становится. Иногда глохнет даже. Но если горшок тогда не работает, получается, а почему он тогда, блин, до рабочей температуры нормальный? Вот это самый плохой вариант. Может быть у тебя причиной, соответственно, катушка нагревается, перестает работать. На ваге я такой сейчас встречал, когда у тебя на горячую с ума сходит. Но она обычно, знаешь, как она обычно на горячую, у тебя сдохла и больше не оживает. Просто на холодную они редко умирают, именно на горячую. А здесь у тебя, ты говоришь, на холодную нормально все работает. Или, может быть, реально компрессия. Это самый худший вариант. Ну люфтик небольшой есть, но в принципе ничего такого критичного криминального. Прикольно, кстати, удивительно. Давай знаешь что, давай сдаем на подъемник. Где здесь есть подъемник? Вот этот, здесь есть, нет? Сюда? Да. Если у них есть время, что они поднимут. Ну пойдем, пойду зайду, узнаю. Очередь три дня в этом сервисе, да. Даже поднять не могут никак. Где-нибудь есть здесь другой сервис? Да, поехали, доедем. Да. Поехали. А чем вы сейчас занимаетесь? Поваром работаю. Поваром? Это классно, кстати. Да, ну чем классно? Не знаю, кашеваришь, наверное, вкусно. Да, ну в принципе. А что ты такой точий тогда? Хреновый повар, наверное. Удивительно, не так плохо, как я думал, в принципе, по кузовщине. Перекрасить ее полностью. И ничего такого. Ну сейчас снизу посмотрим, в первую очередь, на пороге. А почему мы снизу не закатывали? Потому что надо глянуть на пороги, в каком они состоянии. Он говорит, что они неменены здесь с завода. Не знаю, с чем это связано, почему он так говорит, но он так говорит. Вот, это раз. Скорее всего, они уже гнилые. Ну и, соответственно, посмотреть, в каком состоянии. Вообще кузов, не было каких-то серьезных ДТП. И посмотреть, что по ходовой он требует. Хотя, по сути, ну нет, чувствует, брякает. Ну, в принципе, на таких машинах сложно всегда оценивать ходовую. Когда ты едешь, когда машина гремит вся в салоне, и едешь по кочкам, и у тебя все гремит вокруг. Сложно вычленить из этого конкретно отдельные какие-то гремящие элементы подвески. Но есть здесь, перед брякой точно. Хотя рулится неплохо. Удивительно, кстати, скажу, что для такой старой BMW она за рулем рулится неплохо. То есть, как бы, я не скажу, что она какая-то… Она даже более плотно сбитая, чем Skoda. Вот, чем и Resco. То есть, Resco более расхлебанная, кажется, чем эта. Тоже все занято? То есть, по факту, когда едешь на этой машине… Да, едет она гораздо хуже, но сбитость такая, плотность какая-то чувствуется. Ощущение. Как на тройке, ей 90, кстати, когда на обзоре она была. Может быть, поэтому все так… Может быть, поэтому, да. Все любят эти машины и любят на них наваливать. Но это уже не наваливает. Ну, я думаю, не уже, а еще. По сути, если переделать… Ну, если восстановить ей нормальную работу двигателя… Учитывая то, что на нее была капиталка, и если все сделали грамотно, то там, я думаю, проблемы особой не будет с этим. То есть, не очень сложно будет ее довести до хорошего состояния рабочего. Почему у всех, у кого есть BMW, нет лишних денег? Они были, когда ее покупаешь, а потом у тебя они резко исчезают. И уже все, да. Все планы рушатся, конечно. Я здесь не рисовал, да, поворачиваю. В нашем городе нельзя не рисковать. Я думаю, в нашей жизни нельзя не рисковать. А не только в вашем городе. Так. Да, ну, это обороты ты наберешь. Все, жду. Давай, спасибо. Ага, заедешь. Счастливо. Есть радиус поворота какой? Это потому, что задний привод. На лимонке я так развернуться не смогу. Смотри, что, валит. А выглядит классно, вообще удивительно классно. Я на самом деле могу сказать, что я тебе понимаю, за что эти машины, в принципе, любят. Хе-хе. Жидит она удивительно неплохо. Это, по сути, первый E34, на который я прокатился. Теперь я могу сказать, что у меня есть какой-никакой опыт общения с этими автомобилями. Удивительно, она неплохая. Рулится она более плотная и сбитая, как я уже говорю, чем моя лимонка даже. То есть, если посмотреть, лимонка более расхлябанная кажется. Да, едет она хуже самому по себе, но именно управляется. Даже учитывая, что там рулевая трапеция, блин, прошлый век. Подвеска простейшая. Относительно, например, даже сзади. Обычный рычаг один вместо этого многорычажки здесь. И даже учитывая это, едет она неплохо. Хе-хе-хе. Да, классно, удивительно классно. Сейчас ощущаю, едешь, а она так прикольно едет. Лучше, чем B5 Passat. Точно лучше. Лучше, лучше. БМВ все-таки. Так, итак, что я могу про нее, в принципе, рассказать? Машина-то неплохая, на самом деле, по состоянию. Самое главное, что у нее кузов более-менее живой. Снизу мы еще ее не посмотрели, к сожалению, потому что подъемник так не удалось найти. Но, 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 внешне разноцветные двери изнутри покрашены отвратительно, надо красить покрашенным баллончиком. Вмятина сзади справа на крыле, крышка багажника под покрас. То есть, по сути, передний бампер, кстати, стоит черный, новый, не оригинальный. Фара передняя потеет, мотор весь ссыться со всех щелей маслом. Плюс тараид. Сплошной негатив вроде бы, но она реально лучше той красной, она реально лучше той серебряной. Уж серебристой даже говорить нечего. С мотором N52. Это неплохая E34. Короче, пацанчики, если у вас есть 150 тысяч рублей и вам нужен немец, мы еще не посмотрели Volkswagen, а его можно будет найти, я уверен, за эти деньги. Однако, если у вас есть 150 тысяч рублей и вам нужен немец, то это либо E34, либо Audi, сотка, либо A6. Все. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok